Дом офицеров Самарского гарнизона Стрелковой бригады под управлением военного дирижера гвардии майора Вячеслава Ворушилова. Вновь прозвучат полюбившиеся композиции, вальсы, марши, танго, под звуки которых можно потанцевать и просто приятно провести вечер уходящего лета. Утверждено постановление о выплате единовременного денежного поощрения для матерей-героини, кавалеров ордена «Родительская слава», сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки. Один миллион рублей будут получать женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», родившие и воспитавшие более десяти детей. Со ста до пятисот тысяч увеличили поощрение родителям, которые награждены орденом «Родительская слава». Установлена также новая единовременная выплата в размере двухсот тысяч рублей тем, кто награжден медалью ордена «Родительская слава». Орден «Родительская слава» вручается родителям, которые воспитывают семь и более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей. Администрация Куйбышевского района Самары в своем телеграм-канале поздравляет Ольгу Ивановну Гулину, которой исполнилось 100 лет. Она родилась в Белоруссии и в 1956 году переехала в Куйбышев вместе с мужем, куда его направили по службе. Через два года семья получила квартиру в Куйбышевском районе на улице Зеленой, где Ольга Ивановна проживает по сей день. С 61 года и до самой пенсии женщина проработала в детском саду одуванчик воспитателем. Со столетием именинницу поздравили глава района Алексей Коробков, сотрудники администрации, трудовой коллектив, родные и соседи. Ольге Ивановне желают юности в глазах, крепкого здоровья и мирного неба над головой.